Продолжение следует... Нейл Перри. Свежее и быстрое. Здравствуйте. Сегодня я приготовлю очень простое турецкое блюдо из яиц, которые я так люблю, особенно не на завтрак. Предпочитаю есть их на обед или ужин с добавлением йогурта и жженого масла. Звучит как холестериновый рай, но это очень вкусно и, если не злоупотреблять, даже полезно. Итак, тут у меня вода, немного уксуса, соль. Я приготовлю яйцо пашот, но сначала я приготовлю вкусный чесночный майонез, овечье молоко, прекрасный кислый йогурт. Раздоблю немного чеснока. Если бы я взял коровье молоко, я мог бы добавить лимонный сок, чтобы получить такой кислый вкус. Немного йогурта. Пару ложек. И мы получим такой замечательный чесночный аромат. Я немного посолил. Теперь яйцо пашот, вкусно и просто, не наливайте слишком много воды и не допускайте бурного кипения. Сначала разбейте яйцо в чашку или миску, так намного проще. А потом перелейте в кастрюлю. Там оно застынет. Я хочу, чтобы белок застыл, а желток остался жидким. Потом я выложу его в йогурт и добавлю жжёного масла. Получится просто великолепно. Немного перца на йогурт. Свежие листья шалфея, очень душистые. Они поджарятся, ароматизируя жжёное масло. Я хочу, чтобы они хорошо карамелизировались. Это очень простое блюдо. В конце я добавлю немного порошка чили для аромата и поперчу. И всё будет готово. Итак, на блюдо выкладываем йогурт. Попробуйте это с ломтиком хлеба. И вы не сможете оторваться. Это так вкусно. Итак, яйцо варится уже примерно пару минут. И, как вы помните, я хочу, чтобы желток остался жидким. Желток вытечет и даст тебе дополнительный вкус и текстуру, которые придают блюду жидкий желток. Выкладываем прямо на чудесный чесночный йогурт. Тут у меня сковорода. Я кладу сливочное масло. Разогреваю его. Чтобы начало пузыриться. Сухой остаток молока выделится. Я собираюсь по существу очистить его. Но мне нужно, чтобы частицы молока остались. Я хочу, чтобы масло карамелизировалось с молочным и ореховым ароматом. Ореховое коричневое масло, как говорят во Франции. Теперь яйцо. Посыпаем перцем чили, сколько вам нравится. Если вы не любите чили, возьмите паприку. Так, готово. Теперь перец. А сейчас я добавлю эти листья шалфея, чтобы они карамелизировались и покоричневели. Кладу шалфей. Они сейчас зарумянятся и придадут особую текстуру. Самый главный – чудесный аромат маслу. Неповторимый аромат шалфея. Пряный, очень приятный. И сами по себе листья шалфея прибавляют текстуры, делают блюдо объемным. Хорошие листья уже начали чудесно поджариваться. Они прекрасно карамелизируются. Вот, полюбуйтесь. Видите, они начали коричневеть. Очень важно не использовать черную сковородку, потому что если у вас мало опыта, листья могут сгореть, так как вам не будет виден их цвет. Итак, все готово. Посмотрите на чудесный жареный шалфей. Получилось великолепное блюдо. Оно очень простое. Чесночный йогурт, карамелизованное масло, ароматизированное шалфею. Теперь выкладываю желток с кусочком хлеба. Это невероятно вкусное блюдо. Фантастика. Что я люблю в турецкой кухне – это простота. Отличные ингредиенты и потрясающий вкус и аромат. Яйца, чеснок, йогурт, красный винный уксус, несоленое сливочное масло, шалфей, молотый чили или паприка, соль и белый перец. Слово «шалфей» происходит от латинского «salвус», что значит «невредимый» и описывает полезные свойства шалфея. Вот еще одно простое турецкое блюдо – салат «Фатуш». Это хлебный салат. Хан, шеф-повар здесь, в Рокполе, обжаривает хлеб, но иногда его подсушивают в духовке или просто ломают. Я обжарил хлеб на оливковом масле, и я просто ломаю его и бросаю в миску. Этот салат похож на хлебные салаты Италии, Тосканы, есть много его видов, но обычно в него входят свежие овощи, черствый хлеб, заправка, и он очень ароматный. Итак, здесь у меня спелые помидоры. Можно взять любые помидоры. Нарезать их кусочками любой формы, только старайтесь, чтобы все овощи были нарезаны на кусочки одного размера. И чем они свежее, тем лучше. Это главное в салате. Ингредиенты только с грядки. Очень свежие. Немного красного. В этот салат пойдет все, что есть под рукой. Видимо, так его и придумывали. Испанский лук режу не очень мелко. Он придаст текстуры. Режу довольно грубо. Бросаю прямо руками. Мы же готовим. Красиво и приятно на ощупь. Почувствуйте его. Теперь сумах. Популярные на Ближнем Востоке красные ягоды. Они передают кислинку и ореховый привкус. Почти как сушеная клубника. Вкус красных ягод. Огурец. Он тоже очень хорош для текстуры. Свежий, хрустящий. Нарежу его на кусочки такого же размера. Все салаты подобного типа можно заправлять тем, что вам нравится. Например, винным уксусом. Я хочу использовать свежий лимонный сок, оливковое масло экстракласса, побольше морской соли. Она богата минералами и очень полезна. свежемолотый перец. И помимо заправки понадобится зелень. Любая, как правило, петрушка, еще мята, свежая кинза. Я очень люблю в Ближневосточной кухне использование свежей зелени. По своей простоте и свежести она напоминает тайскую кухню. Приготовим еще заправку. Это очень просто. Немного соли. Раздавим чеснок. Их можно смешать по-разному. Очень удобно в ступке. Если она у вас есть, она подходит также для приготовления пасты карри. Разрежем лимон пополам. Свежий лимонный сок или сок лайма буквально незаменим. И чем скорее вы подадите его на стол, тем ароматнее он будет. Сохранится вся эта свежесть. Косточки удаляем. Вы же не захотите их грызть. Оливковое масло. Смешаем примерно три к одному. Еще поперчу. Вокруг. Я хочу, чтобы аромат свежего чеснока и оливкового масла все пропитал. Кислинка от лимона, но не слишком. А теперь поливаем салат. У меня здесь довольно много заправки, потому что я хочу, чтобы хлеб впитал ее. А в результате получится великолепно. Осталось только одно. Взять чистую миску или блюдо, выложить туда салат, сервировать его лучше в центре стола. Оливки, несколько сардин, возможно, кальмар или осьминог. Этот салат – отличная турецкая закуска. Итак, у нас тут все перемешано. Не очень беспокойтесь о сервировке. Этот салат из тех, которые просто смешивают. Протрем блюдо. Очень красивый цвет от сумаха, чудесный аромат, свежесть, хрустящие кусочки хлеба. Этот салат, как многие другие простые блюда, очень-очень вкусный. Пита, помидоры черри, испанский лук, сумах, огурец, мята, петрушка, кинза, чеснок, сок лимона, соль, перец, оливковое масло, экстра-класса. Слово сумах происходит из иврита, где слово сумак означает ярко-красный. После перерыва очень вкусные блюда из жареной рыбы стахини и простой салат из тушеного кальмара. Отличная, свежая, быстрая и очень простая закуска. Свежая и быстрая. Свежая и быстрая. Свежая и быстрая. Найл Перри. Свежая и быстрая. С вами снова свежая и быстрая. Сейчас я приготовлю очень простое рыбное блюдо с соусом тахини. Это очень простое, средиземноморское и ближневосточное блюдо. Здесь у меня разогретое оливковое масло и отличные кубики рыбного филе. На сковородку их. Здесь очень важно не пережарить рыбу. Нужна антипригарная сковорода. Обжарить рыбу на корочке с одной стороны, перевернуть на другую. Пока она готовится, я собираюсь заняться соусом тахини. Небольшой зубчик чеснока. Немного соли. Перетираем в однородную пасту. Но это все удобнее делать в ступке. Когда рыба начнет приобретать красивый оттенок, я переверну ее. И буду держать на огне, пока она не будет почти готова, а потом сдвину в сторону. Она хорошо прогреется. Но главное, не пережаривайте ее. Это важно. И вернемся к заправке. Чеснок. Лимонный сок. И с четвертушки лимона посолить. Тахини. Это ближневосточная паста из кунжута. Она не похожа на китайскую. Семена не обжарены, поэтому у нее умеренно ореховый аромат. Тахини используют в бабагануш из баклажанов и хумус из нута. Перемешиваю. Еще немного лимонного сока. Самое главное, это фантастический ореховый привкус кунжута. А моя рыба лежит там. Сейчас я добавлю сюда петрушки. Сдвину ее в сторону и оставлю на минуту или две. А пока продолжу здесь. Чеснок уже дал вкус. У нее приятная кислинка от лимона. Еще поперчу. Этот ореховый вкус очень хорошо сочетается с рыбой. Тахини к ней подходит. Можно жарить целые тушки или кусочки. Можно класть на них этот соус сверху. Он очень вкусен и с жареной бараньей ногой. Здесь у меня осталось немного салата Фатуш, который я готовил ранее. Тоже хорошо с тахини. А рыба еще несколько секунд полежит на другой стороне. Я хочу обжарить и петрушку, потому что свежая зелень придает аромат маслу, в котором жарится рыба. И рыба готова. Она рассыпается. Она очень мягкая, как и должна быть. А снаружи плотная. Выкладываю. Сверху обжаренная петрушка. И, наконец, финальный штрих. Столовая ложка тахини. Оливковое масло. Огурец, помидор, любой салат, например, Фатуш. Еще хорошо подавать ее с салатом из баклажанов или жареной морковью. Чем-то вкусным, ближневосточным. У нас отличная свежая рыба. Ореховый аромат тахини. Свежие овощи в салате Фатуш. Получается очень вкусно. Рыбное филе, чеснок, петрушка, лимонный сок, тахини, соль, перец, оливковое масло. Семена кунжута – основной ингредиент. Соус от тахини – первая известная приправа. Впервые их стали использовать в Египте за 3000 лет до нашей эры. Сейчас я приготовлю очень быстрый салат из тушеных кармаров. Это практически теплый салат. Итак, я сильно разогрею оливковое масло. Добавлю чеснок. Испанский лук, который я нарезал довольно крупно. Несколько свежих лавровых листьев. Придадут очень приятный аромат. И еще я добавлю немного сладкого хереса. Масло, кажется, нагрелось. Бросаю лук. Лавровый лист. Все начинает готовиться. Огонь не очень большой, значит, сгорит чеснок. Кладу чеснок. Теперь подожду, пока они размягчатся, но не слишком, чтобы сохранилась текстура. Поэтому я готовил их несколько минут. Теперь херес. Очень важно, чтобы спирт выгорел. Останется только сладковатый аромат в блюде. Если алкоголь выветрится, а чудесный сладкий аромат хереса останется. Теперь кусочки кальмара. Это почти мгновенная обжарка. Можно даже использовать китайский котелок «Вок». Добавляю помидоры. Я их бланшировал и очистил от семян. Они придадут аромат и текстуру. Прекрасные крупные кальмары. Их нужно готовить чуть дольше. И, наконец, немного петрушки. Побольше морской соли. Много свежемолотого перца. И еще два ингредиента. Это свежевыжатый лимонный сок. Одного лимона. И оливковое масло. Добавляю в самом конце, чтобы сохранить аромат. Это блюдо что-то вроде смеси салата, быстрожаренного и тушеного. Не буду готовить ни один из ингредиентов. Слишком долго, потому что уйдет свежесть. И здесь на дне образовалось чудесное подлива из оливкового масла, хереса, лимонного сока, сока из помидора, жидкости из лука. Все это сбрасываем на блюдо. Запах непередаваем. И последнее. Свежий перец. Это отличная, свежая, быстрая и очень простая закуска. Полоски кальмара, испанский лук, свежий лавровый лист, чеснок, сладкий херес, помидоры, петрушка, соль, перец, оливковое масло. Кальмары варьируются в размере от 5 сантиметров до 21 метра. Самый распространенный размер для еды – 30 сантиметров. Здесь, на главной кухне ресторана, началось оживление, уже готовится к сегодняшнему вечеру. Поэтому, чтобы не расстраивать шеф-повара, я перейду наверх в мою маленькую кухню. Сегодня я приготовлю мясо. Здесь у меня отличные куски. Бифштексы из куска нежной вырезки. Он очень хорош на вкус, идеален для барбекю, но я приготовлю его на гриле. Я приготовлю его в итальянском стиле, по-тоскански. Маринад из трав и гриль, немного оливкового масла, лимонный сок и еще гарнир из шпината. Для начала я возьму орегано. И мелко порублю его. Добавлю к нему розмарин. Аромат просто чудесный. И из них выделяется сок. Теперь шалфей. Здесь у нас травы с сильным ароматом. Затем добавлю оливковое масло и выложу смесь на бифштексы. Посолю. И зажарю на гриле. Итак, травы. Морская соль. Довольно много соли до жарки. Готово. И я обычно перчу в самом конце, потому что мне кажется, что перец начинает горчить от гриля. Поэтому поперчим в конце и сохранится чудесный аромат. Еще немного зелени. Теперь мясо будет готовиться примерно 10 минут с одной стороны и 7-8 с другой. Потом ему надо дать постоять примерно 10 минут, чтобы оно отдохнуло и получился отличный сочный бифштекс. Немного оливкового масла на горячий гриль. Я хочу, чтобы получилась отличная корочка, поэтому гриль должен раскалиться. Остается только приглядывать за мясом, и тогда получится отличный сочный бифштекс, пропитавшийся ароматами и вкусом трав. Теперь бифштексы отдохнут здесь 10-15 минут. Выглядит отлично. А у меня разогрета антипригарная сковорода, потому что я собираюсь приготовить гарнир из шпината, который отлично подойдет к мясу, и это очень по-итальянски, по-таскански. Масло надо сильно разогреть. Я грубо измельчил чеснок. Можно сильно не мельчить, он просто придаст маслу аромат. А теперь шпинат, красный винный уксус с оливковым маслом, и потом набив штекс немного лимонного сока. Итак, продолжаем. Немного соли, она хорошо вытянет аромат. Что касается шпината, я не буду добавлять жидкость, он будет томиться в масле. И будет очень вкусно, если добавить кедровых орешков или миндаля. Масла на сковороде должно быть много. Оно пропитает шпинат и само послужит заправкой. Вокруг витает прекрасный аромат чеснока. Пусть он наполнит комнату, а потом он весь уйдет в масло, придав ему отличный вкус. Продолжим. Я не хочу, чтобы чеснок потемнел, сильно зажарился и сгорел. Я хочу, чтобы он остался мягким, окружил шпинат. Бросаем его. На этом вымотом шпинате достаточно влаги, чтобы помочь блюду готовиться. Сейчас можно сделать одно из двух. Либо снять прямо сейчас и получится теплый салат из шпината, либо можно потушить его, чтобы он потемнел и пропитался ароматами. Есть, как видите, несколько вариантов. Он постепенно готовится, приобретает цвет, структура листьев разрушается. Получится отличный, насыщенный, богатый аромат шпината. Я люблю готовить вот так, из очень свежих продуктов, отличного мяса. Выбирайте только хорошего мясника, который заботливо относится к продукту. А если вы ходите в супермаркет, всегда покупайте только высококачественную говядину. Отлично, просто идеально. Теперь сбрасываем все на блюдо. Я возьму мясо. Посмотрите на бифштекс. На нем фантастическая корочка. Чудесные соки начали выходить наружу. Всегда поливайте его выделившимся соком. Это основа соуса. Плюс оливковое масло. Немного соли. И, как я уже говорил, под конец побольше свежемолотого перца. И, наконец, великолепный шпинат. И осталось одно. Добавить лимонный сок. Вот он. Идеальный бифштекс. Если хотите красиво оформить его, можно снять его с косточки, нарезать и выложить обратно. Выглядит потрясающе. Хотя, на мой взгляд, так тоже очень хорошо. Бифштекс, шалфей, орегано, розмарин, морская соль, оливковое масло, чеснок, шпинат и лимон. Говядина, реализуемая через предприятия общественного питания, уступает в популярности только куриному мясу. Пришло время посмотреть забавные моменты, оставшиеся за кадром нашей программы. Руку обжег. Пахнет вкусно. Что я делаю? Я сам не пойму. Это маринуется у меня уже два часа. Смех того, другого и чего-то еще. Я беру отличные высококачественные пенны и вот пакет подвел. Я разрежу кальмара, он уже почищен, можно купить такой или чистить самим. Там маленькая рыбка. Чего только не найдешь в кальмаре. Самое ароматное в конце получается самый смак. Смаком. Ну, смешно получилось, короче. Очень смешно. Эта курица на вкус просто... Перестань. Какой едкий. Я плачу. Это быстрое и свежее. Здравствуйте. Так. Так. А вот эту совсем заговорился. свежее быстрая. Если хотите, а, впрочем, кладите вообще все подряд. Готовы? Перетрите все в стопки. Это классическое итальянское блюдо. Очень простое. Для него подойдет любой вид пасты на ваш вкус. В следующем выпуске итальянские рецепты и уроки приготовления пасты от моего старого друга Джона Вандермиера из Лайтхаус Фуд Кампани. Стой. Оно подвернулось. Упс. Прости. Готово. Ничего, научиться. Я лучше то подержу. Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидари, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» Всемирная сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова